Всем привет! Добро пожаловать на урок Т5 программирования Roblox Studio NSG Lua. И сегодня важнейшая тема, которой нужно было на самом деле записать урок про нее. Чуть ли не самым первым. Потому что мы сегодня поговорим про тему использования Lua-отладчика в наших скриптах. Эта штука позволяет не только находить ошибки в наших программах, может быть и в чужих тоже. Но она позволяет понять, как работает язык QA, как работают таблицы. Уж некоторым тяжело понять. Как работают локальные, переменные, глобальные. Как они там не путаются. Как в циклах у нас происходит перебор. Так что давайте, чтобы я тут про циклы вам начал говорить. Это я, чтобы не забыть вам рассказать, чтобы посмотреть. Так, возвращаемся к статье. Ну, это я какой-то скрипт, понятно, сделал. Тестер, который мы сейчас будем смотреть. Создал я его в Service Scripts Service Script. Итак, кстати, хорошие программисты переименовывают сразу скрипты. По умолчанию у вас все скрипты называются скрипт. А давайте-ка мы его переименуем и назовем, например, главный скрипт. Main. Main. И вот здесь Main. И заметили, что когда мы вкладку меняем, у нас появляются какие-то дополнительные кнопки. Эти кнопки как раз отвечают за отладку. За отладчик. Но мы это сейчас все посмотрим. Итак, использование отладчика Loa. По умолчанию отладчик включен уже. Так что если вы установили Roblox Studio, то этот отладчик уже стоит. Ну, тут написано, можно зайти в меню File Settings. Это настройки, значит, зайти здесь в Studio и поискать, где у нас тут. Вот. Loa Debugger. У вас здесь галочка должна стоять. Ну, вот она у меня тоже стоит. А тайм-аут здесь стоит. Это такая штучка, сколько отладчик будет ждать, пока исполнится какая-либо функция. И не будет выдавать ошибку, пока 10 секунд не произойдет. Ну, оставляем по умолчанию эту десятку. В нашем уроке мы даже с этим, наверное, не столкнемся. Просто на будущем вам. Так. Понятно у нас включено, что такое отладчик. Ну, вы, наверное, помните. А, ну вообще, что такое отладчик по-русски. Дебаггер. Например, вы собираете машинку гоночную. Все собрали по инструкции, там, Lego свою машинку с моторчиком. Запустили, а она вместо того, чтобы ехать прямо, она идет зигзагом. Вы начинаете ее разбирать, смотрите, ну, отлаживать, там, настраивать. И видите вдруг, что у вас шестеренка на правом колесе немножко больше. Вы ее заменяете на нормальную, и все, машина начинает отлажена. Она начинает нормально работать. Вот примерно то же самое с нашими программами и происходит. Мы ищем ошибки, мы ищем места, где у нас плохо что-то написано. Упрощаем, убыстряем. Вот. Мы раньше уже некоторыми свойствами отладки пользовались. Вспомните, у нас есть окошко Output, и мы принтами, ну, я во многих уроках говорил, давайте добавим принт, и он у нас будет печатать что-то. Например, значение переменной D какой-нибудь, там, или еще чего-нибудь. Вот. А на самом деле, если у вас сложная программа, то с принтами вы замучитесь. Во-первых, принты замедляют немножко работу вашей игры, их может быть много, и так далее. Мы можем воспользоваться услугами нашего отладчика. Он нам предоставляет такую классную штучку, ловушки. Делать ловушки на выполненные строки. Мы можем поставить эти ловушки, они называются точки останова. Вот эти красные шарики. Чтобы поставить точку останова, мы просто вот на этой вертикальной линии, слева от текста, сразу после номера строки и перед текстом, вот можно кликать вкл-выкл, можно ставить точки останова. Так, ну давайте, я вот точки останова, у меня есть какие-то три функции, я вот в них точки останова поставлю. Закомментирую вызов этих функций пока что. Знаете, как, кстати, быстро комментировать и раскомментировать в робоксе? Ctrl-Shift-C. Чик-чик-чик-чик. Это я Ctrl-Shift-C жму. Очень удобно. Если нужно кучу всего закомментировать, ну вот выделили, Ctrl-Shift-C. Надо все же опять раскомментировать только один кусок. Выбрали его и раскомментировали. Ну ладно. Это я такой, такую подсказочку дал по горячим клавишам. Такс. Окей. И сейчас у меня будет вопрос на знание языка луа. Видите, я в функциях поставил точки останова. Давайте я объясню, что такое точки останова получше. И задам еще вопрос. Ну тут написано, что как ставить, я вам уже показал. Щелкаем. Ставится, еще раз щелкаем, убирается. Как теперь посмотреть, где у нас эти точки останова находятся? Ну мы нажимаем вкладку View. Если их много, ну здесь мы видим, конечно, точки останова. А если у нас огромный файл, 1000 строк, или у нас этих скриптов, ну там 200, например. И точки останова стоят в мейне и в каких-то других скриптах. У нас вот есть для точки останова окошко. Давайте мы его откроем. Вот он нам показывает. Кстати, вот здесь есть горячие кнопки. Удалить все точки останова. Запретить временно. Так что они не удаляются. Значит, видите, круглые такие. Как бы, не круги, а окружности. Получились. Вот их можем мы опять разрешить. Да. Тоже удобно, наверное. Что нам это окошко показывает? Оно показывает имя скрипта. Запомните, вы всегда переименовываете все ваши скрипты. Называете. Можно, кстати, по-русски называть, если вы. Я вам говорил в каком-то уроке. Русское имя скрипта тоже, в принципе, может сработать, если вы к нему не обращаетесь вот так. Workspace.imaskript. В настоящем Луа так можно, а в Роблоксе он очень русские буковки не любит. Так, ну ладно, лучше, лучше, ладно. Английские используйте буквы, не заморачивайтесь. Так, он показывает номер строки, в которой точка останова. Но это мы и так видим. 13-17 строка. Название скрипта, значит, в какой папке он лежит. Вот и название самого скрипта. Ну и строчку, наверное, подсвечивает. Так, а что здесь еще есть? Condition. Так, Condition. О! А про Condition это, видимо, так. Например, Condition это условие, когда остановиться. Например, А больше одного. О, видите, с Condition. Прикольно. Здесь, я, честно говоря, первый раз вижу, в документации-то этого же не написано. А, значит, остановка произойдет только, если вот это условие истина. Прикольно. Но мы это еще проверим с вами. Или не проверим, вы сами проверите. Не будем терять на это время. Итак, здесь мы посмотрели эти точки останова, но они нам ничем не помогли. Мы же не запустили еще нашу программу. Так, что у нас дальше здесь? Ага, как теперь пользоваться точками останова? Давайте запустим, а, не запустим. Первый вопрос. Вот вы видите, у меня три функции, и в них точки останова. Да? Их вызовы я закомментировал. Значит, эти функции нигде не вызываются. Они описаны. Я сейчас запущу нашу игру тестовую. Как вы думаете, остановится наш отладчик какой-нибудь из этой функции или нет? Правильный ответ – не остановится. Давайте я запущу и проверю. Не остановился. Окей. Почему он не остановился? Потому что мы эти функции только описали, не вызвали. А вот здесь у меня есть уже вызов этих функций. Давайте запущу, и сейчас у меня где-то остановится. И мы увидим, как срабатывает ловушка. О, отлично, сработало. Появились новые кнопочки, зажглись. И мы видим, что стрелка указывает на точку останова, которая на 17-й строке. Ну, где-то внизу я там, да, вот видите, сам 2. Сложи 2 числа функция называется. Так, где-то я ее вызвал. Так, ну давайте посмотрим, что у нас теперь нам говорят про вот эти 3 кнопки. Давайте здесь я сразу вам буду показывать эти 3 кнопки. Вот они. Что эти кнопки делают? Точка останова, это означает, что программа с первой строчки до вот этой выполнилась. Ну, в данном случае она выполнилась до самого конца. Не до самого конца, а вот до сюда выполнилась. Здесь мы вызвали сумм2 функцию. Луа ищет, где у нас этот сумм2. И вот первую строчку начинает выполнять эту функцию. Он здесь очевиден. Так, StepInto. Что это такое? Если у нас здесь есть вызов функции какой-нибудь. Давайте я вам сразу пример сделаю. Так. Функция MyPrint. Она будет печатать обычным принтом. А, вот как она будет. Так. Так. LocalX. Заметьте, здесь есть параметр X и переменная X. Я могу вот так вот сделать. XX. И как бы значение параметра присвоится в локальную переменную XX. Но на самом деле это можно не делать. Потому что создается копия параметра. Вот этого XX уже есть. Так что давайте сразу пишу. XX присвоить. Минус, минус, минус. Это я хочу к тому, что мы печатаем. Слева и справа. Добавить вот такие вот минусы. Так. И теперь мы печатаем XX. Так. И давайте теперь в сумм 2. Вот здесь вот сделаем. MyPrint. С. Так. Урок получается уже дольше, чем я планировал. Но это очень важный и классный урок про отладчик. Если вы разберетесь с отладчиком. Во-первых, это пригодится не только в робоксе, а где угодно. И вы будете просто молодец. Так. Отлично. Здесь есть фото. Еще раз запускаем. Нашу. Остановилась у нас здесь. А вот, кстати, проверка. Помните? Давайте сейчас проверим. Condition. А больше 1. А давайте сделаем условие. Останавливается только если А меньше 0. Но мы должны перезапустить и посмотрим, работает эта функция или это только запланированная функция в робоксе. Отлично. Сработало. Сработало. Смотрите. Вот у нас есть output. Уже что-то там напечаталось. Это означает, вот на этой точке останова, сам 2, у нас не сработало. А почему? Потому что. Вот давайте идем на эту точку останова. Это на какой? На 23-й странице. Да. И вот здесь условие. Останавливается, если А меньше 0. Например, останавливается, если вот параметр меньше 0. А я вызываю эту функцию, видите, аргумент, который в этот параметр первый идет, он не меньше 0, он 20, поэтому у нас не останавливается. В общем, я эти conditions, условия, условные точки останова убираю, остановил, ну точнее как стер. Теперь точки останова будут как в нашей примитивной статье, вот в этой работе. Просто останавливать и все. Так. И теперь давайте еще раз запустим. Теперь, раз этих условий нет, у меня должна остановиться программа на вот этой строчке. Ок. И теперь мы начнем эти кнопки изучать. Step into, step over, over and step out. Так. Если я нажму step over, то наш курсор, ну во-первых, эта строчка выполнится, и стрелочка перейдет на следующую строку. Нажал. Давайте посмотрим output. Ничего у нас не вывелось. Здесь делаем опять step over. Что она делает? Если в текущей строчке есть функция, то она не заходит внутрь этой функции. Она ее выполняет и переходит на следующую строчку. Ну, чтобы там не мучиться. Так, еще раз step over. А давайте теперь нажму не step over, а step into. Сойди внутрь. Значит, мы отлаживать будем. Мы как бы провалимся. Кто-нибудь смотрел фильм «Начало» Нолана. «Inception». Это мы как проваливаемся еще глубже на уровень. Давайте степ into нажимаем. Чик. И нас перебросили в эту функцию. MyPrint. О, отлично. Мы теперь можем посмотреть, как она работает. Так. Можно, во-первых, посмотреть. Но это я забегаю вперед. Ну, не то, что заберет. Вперед. Ладно. Не важно, как статья в комбаре написано. Мы хотим посмотреть, а что же передали этой функции. Что же у нас сейчас вот в этом параметре xx находится. Мы можем... Что для этого? View нажимаем. Так, так, так. View, view, view. И у нас есть... Так, что-то я туплю. Ну, ладно. Я не вижу этого. Так, возвращаемся опять. Интересно, как вернуться к тому... А, вот скрипт меню. Точно. Когда мы на скрипте стоим, вот у нас скрипт меню есть. Так, ну, мы просто... Мы давайте этот xx выделили. И нажимаем вот эту кнопку. Добавить наблюдение. Нажали. О, смотрите, окошко открылось. Watch наблюдение. И нам показывает. Зачем мы наблюдаем? Мы можем много наблюдалок сделать. Давайте T еще наблюдать будем. Он мне показывает так. В xx. Извините, что здесь такой маленький шрифт. Он не увеличивается. Даже при настройке через меню File Settings. Здесь-то видите, я увеличил. Итак, он показывает. В x у нас 20 находится. Это означает, что сумм 2. Вот видите, мы сумм 2 вызвали с 20. Потом сработала ловушка, точка остановка. Вот в этом параметре 20 есть у нас уже. В c 0, c плюс a плюс 20. Здесь 20. И мы вызвали здесь MyPrint c с 20. И, значит, сюда пришла 20. И вот мы видим, да, в этом xx у нас 20. А, кстати, я добавил watch.t и смотрим. Она мне показывает табличку. Мы про табличку еще отдельно, наверное, посмотрим. Кстати, вот отлично. Вы можете смотреть, что у вас находится в таблице. В вашей таблице. И видите. Ну, это просто здорово. Так, дальше кнопки. StepInto, ну, во встроенной функции, которые встроены в Lua или в Roblox, она не дает заходить. Так что StepInto просто запустит эту функцию и перейдет к следующей. Можно вот какую волшебную кнопку нажать. Например, запустись, выполни все строчки в текущей функции. Допустим, их здесь не 2, а 200. И остановись после выполнения этой функции. Когда она выполнит, сделает ретур или когда она дойдет до End. Вот давайте тогда StepOut. Значит, StepOut это вернись. Вот мы провалились в глубокий сон, да? Как в фильме Начало, да? Inception. А мы сейчас как бы выйдем назад из этого глубого сна. Нажимаем. Опа. Да, мы вышли из этой функции MyPrint. И вот мы теперь здесь находимся. Так, давайте посмотрим, что же у нас все находится. Отлично. Работает как ZeroBrandStudio. Смотрите, я выделил какое-то выражение C. И мне даже не нужно Watch делать. Она мне сразу показала. Видите, здесь всплыла подсказка, что в C 20. А давайте попробуем выделим выражение и тоже курсор подержим. Я не шевелю. Эх, он не может. Здесь он не может. А мы можем тогда вот эту штуку добавить как Watch. Добавили. Где у нас там эти Watch? Таблица меню. Да, он показывает. Мне с трудом видно, но надеюсь вам видно. C плюс B. И он даже показывает. Эта строчка еще не выполнена, но мы уже знаем, что там в ней будет после выполнения. 45. Так. И это имеет отношение не к этой строчке. Вот если мы перейдем в другую, и там где-то C и B изменят. Это значение тоже изменится. Оно будет всегда вычислять C плюс B. Вот. И нам тоже показывают, в каком же скрипте это лежит. Можем output смотреть, что же произошло. Но output мы печатали. Помните, в этой функции MyPrint мы здесь выводим все-таки что-то 0.20. Украшая это минус-минус слева и справа. Ну, вроде с этими кнопками разобрались. Итак, если ходим вот этой кнопкой средний степ-овер, она идет по каждой строчке и не заходит в функции. Она как бы запускает эту функцию и перескакивает через нее. Если нажимаем вот эту степ-овер, то она начинает проваливаться все глубже и глубже. Там может быть у вас много-много-много функций. Давайте сейчас опять степ-инта нажмем. И еще раз степ-инта нажмем, чтобы внутрь MyPrint зайти. Оп. Мой MyPrint. И теперь мы подошли к такой интересной штучке. Вот где Breakpoints, у нас еще есть вкладка CallStack. Если у вас нет ее, можно нажать View и там CallStack включит. Так, нажимаем CallStack. Это как раз показывают глубину провального сна. Проваливание в сон, так называемый. Стэк вызовов. Главный скрипт у нас Main. Отсюда запустилась функция Zoom. Помните, мы были в Zoom? Из функции Zoom запустилась функция MyPrint. Отлично. Сейчас мы сделаем StepOver. StepOver. StepOver, чтобы из функции выйти из сна. Оп. Видите, у нас уже глубина уменьшилась. Проваливание. Вот. Сейчас мы сделаем еще раз. Оп. Глубина еще уменьшилась. Мы сейчас находимся ровно в нашем скрипте. Не в какой ни функции, а прямо в теле нашего скрипта Main. Видите? Так, ну, надеюсь, со стэком вызовов вам что-то понятно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Про просмотр переменных я вам даже больше рассказал, чем в статье. CallStack тоже вам рассказал, где мы находимся. Откладка клиентных скриптов. Ну, здесь устаревшая статья написана, чтобы отлаживать. Вы не можете сразу отлаживать и серверные скрипты, и клиентские скрипты. Для этого нужно заходить в меню, настройки ля-ля-ля включать. Этой фигни нет там. Мы можем посмотреть. Но я даже не буду включать. Просто поверьте мне, что в 2019 году уже нет вот этого. И там отлаживаются и те скрипты, и другие. Вы знаете, что разделены и переменные, и вообще окружение скриптов локальных, которые только игрок текущий видит, и серверные. Вот мы сейчас серверные. То, что для всех игроков скрипты отлаживаем. Так, значит, это все. Вот это устарело, это фигня. А, и все, конец. Ну, давайте теперь посмотрим. Так, во-первых, останавливаю, убираю точки останова, и начнем. Еще не забудем про цикл. Сейчас посмотрим. А, давайте в цикле. Сделаем точку останова. Не дает ставить. Пытаюсь сюда нажать, и она переводит. Потому что нет никакой строки. А, давайте здесь сделаем принт и. Принт и. Теперь мы сможем поставить здесь точку останова. Вот единственная точка останова, 43-я страница. Запустили. Вот она у нас остановилась. Добавим, давайте, и в наблюдение единица. И смотрите, как интересно. Так, давайте точку, вот здесь, точку здесь сделаем останова. Заново запущу. Стоп. Плей. И у меня в наблюдениях и осталось. Смотрите. И написано. И такого нет. Еще не определено нигде это. С плюс Б тоже, такие значения не найдены. Но если стоит нам зайти, вот внутрь какой-то функции, где есть это определенное, то там сразу здесь будет нам показывать, где что. Так, идем. Нажимаем степ овер. Нажимаем. И еще не появилось. Вы знаете, что и появится только после этой строчки. Степ овер. Вот, и появилась единица. Еще раз степ овер. И уже двойка, тройка, четверка. Ну и до пяти у нас работает. Да, степ овер. Все. Закончила работу. И вы увидели наглядно, что когда цикл закончился, никаких и, ни локальных, ни глобальных, не осталось. Она исчезает. Она живет, вот эта переменная в цикле for, она только внутри цикла. Так, степ овер. Все. Все. У нас кнопок нет. Как бы мы дошли до последней строчки, и у нас там выполняется. Ладно. Убираю здесь точку останова. Заново смотрим. Хотя, подождите. А, ну раз точка останова нет, то нам не показывает то меня. Так, давайте начнем сначала. Ставим здесь точку останова. Нажимаем play. Что у нас еще интересного есть? Так, что же у нас есть интересного? Здесь мы остановили. Сейчас будем по строчке идти вперед. А у нас есть вверху вкладки очень интересные. Это наши наблюдения в очи. В инструкции про это нет. Есть локальные. Локальные переменные определенные. Есть глобальные переменные. Ну, из глобальных переменных только текущий скрипт. Вот этот. Помните, мы у него parent смотрели. Где у него там parent? Вот, оказывается. У скрипта. Помните, когда мы пишем script.parent, кто-то просил тут про это не говорить. Но я скажу. Мы видим значение, что в screen parent у нас находится ссылка вот на это. Service Script Service. Ну, в общем, понятно. Так, и давайте. Теперь мы создаем, наконец, переменную. Так. Оп. D появилась. Глобальная переменная D. Эта строчка выполнилась. В D у нас двушка. Ой, двушка. Господи. 200. Дальше делаем. Появилась T. T можно раскрывать. Потому что это у нас таблица. Давайте теперь будем смотреть, как будет меняться наш T, когда я начинаю менять в нем значение. Step forward. Ой, он сворачивается нехорошо. Ну, ладно. Вот эта строчка выполнилась. Вместо единицы уже слово 1. Еще раз делаю. Опять наш проклятый. Вот это мне не нравится, что сворачивается. А может и нормально. Может быть, если бы я большую программу отлаживал. Наоборот, меня бы надоело все это разворачивать. В любом случае, я люблю, когда контроль полный. Ну, тут вы все поняли. Кстати, я нашел, как сломать отладчик. Прикольно. Так. Ctrl-6-C. Если мы не выделяем, а просто стоим на строке, то она тоже. Ctrl-6-C. Снимаются или ставятся у нее комментарии. Ну, вот видели минус вначале. Пользуйтесь. Ctrl-6-C в робоксе. Полезно. Итак, заново запускаем. Мы, кстати, уже подошли к концу урока, если вы не поняли. Это я вам уже скорее, уже не про отладчик, а про всякие фишечки про язык луа говорю. Так. Степ-Овер. Смотрите. Степ-Овер. В Т. Т у нас ключи только 1, 2, 3. Степ-Овер. Оп. Появился ключ Ки-1. Потому что мы вот здесь в Т. Ки-1, 11. Занесли. Ну, в луа позволяет в таблице так делать. Делаем дальше. Степ-Овер, степ-Овер, степ-Овер. Все отлично. И табличка показывается. Дальше. Совершенно полноценную вещь делаем. Мы можем в индекс True занести, например. И в индекс False занести какую-нибудь вещь. Давайте попробуем запустим. И наша табличка сломается. Отладчик, к сожалению, это не поддерживаем. Степ-Овер, степ-Овер. Все нормально. Все нормально. И сейчас выполнится пятая строка. Бабац. Не могу конвертировать смешанную таблицу. Ну, понятно. Все ключи должны быть строками. Ну, вот он поддерживает все ключи. Либо числа, либо строки. Индексы. Ключи. Ну, ладно. А язык Lua и Roblox, конечно же, поддерживает. Это все нормально. Это отлично. Отличный стиль. Так. Что у нас еще можно посмотреть? Про проваливание из функции в функцию. Ну, давайте вот здесь еще точку основного сделаем. Сразу запускаем и проваливаемся. Проваливаемся сюда. Как вы думаете? Ну, вы знаете же язык Lua. Что первое здесь выполнится? Что самое первое выполнится? Ну, на самом деле, подсчитается, какое значение в x. Вот мы видим 45. Потом запустится вот эта функция сумм 2. А, ну, точнее, как она запустится? Тоже здесь вычислится значение 45 и 1000. И вот с этими двумя параметрами запустится функция сумм. Потом вычислится D. Что у нас в D находится? Я, кстати, не помню. D это у нас где-то A. Вот 200 там было. Ну, давайте запустим. Будем проваливаться в функцию, чтобы было интересно. Поэтому используем вот эту кнопку StepInt. Хлоп. Провалились в функцию сумм 2. Давайте посмотрим, что у нас в A находится в 45, а то, что у нас в B. Это я курсор подвожу и задержал в 1000. Здорово, да? Вы видите, что вам передали в эту функцию? A и B. 45 и 1000. Так, делаем еще раз StepInt. Еще раз StepInt. Провалились в MyPrint. Смотрим, что нам передали. Нам передали 0. Кстати, почему 0? 0 ли там? Так, давайте я от 2. А, уже мы до End'а дошли. Видите, в End'е уже X исчез. Уже мы напечатали, исчез. Ну и ладно. А, действительно, в C был 0. Потому что мы здесь локальную переменную объявили. И в нее 0. А сейчас мы будем к 0 прибавлять первый аргумент. Ну, теперь я нажму StepOut. А, нет, не нажму. Давайте StepInt. Зашли эту функцию. Нажимаем StepOut, чтобы из этого принта вышло. Вышло и нажимаем еще раз StepOut, чтобы наш отладчик выполнил эту строчку, эту, эту и остановился. Оп. Так. Отлично. Почему он остановился здесь? А вот почему. Видите, мы вызываем Sum3, чтобы сложить 3 числа. Только что мы были внутри этой функции. Я в ней нажал StepOut. Значит, эта функция завершила свою работу и остановилась. А где она остановилась? Она передает свое значение уже в Sum3. Вот она здесь и остановилась. Ну, все отлично работает. Я доволен. Особенно доволен, честно говоря, вот этой находке, где я курсором дергаю. Condition. Это значит, точки останова с хитрыми условиями. И вы поняли, что вы можете писать не только вот так вот, а меньше одного. Можно еще писать EndX равен, например, 44. Вот. И так тоже будет работать. Все сложные условия. Ну, как в Луа. Вы пишете в этих условиях. Так. Ну и все. На этом мы заканчиваем. Очень полезный урок. Т5. Подписываемся. Если хотите какую-то тему осветить, шлите там донаты. Пытайтесь меня замотивировать. Лайки, подписки. Все такое. А самое главное, обязательно делайте какие-то маленькие игры свои. Изучайте язык Луа. И все у вас получится. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok